Белград объединяет завершился в воскресенье детским праздником. На площадке Мастерславля для самых юных горожан подготовили мастер-классы и конкурсы, объединенные только мелом и белым цветом. На пятом юбилейном фестивале Белмелфест побывала и наша съемочная группа. Сюжет Михаила Перетокина. У нас сегодня тематическое занятие, которое называется «Базовые цвета в одежде и как их выбирать». И теория будет посвящена им. Обычная раскраска и цветные карандаши дарят самым юным гостям возможность превратиться в настоящих модельеров. Белмелфест – фестиваль мела и белого цвета. Именно поэтому в Доме моды Белгородского Мастерславля именно его оттенки были основными. Но остальные цвета тоже решили не забывать. Ведь прививать чувство прекрасного надо с ранних лет, и использовать для этого нужно всю палитру. Смотрите, иногда черное платье, но оно украшено. Тут вот такое вот золото-серебро, и оно уже не выглядит таким мрачным. Оно такое вечернее, оно тоже на какое-то, может быть, торжественное мероприятие. Тематические занятия внутри Мастерславля начались с 10 часов. В Академии искусств дети пробовали свои силы в рисунке на тему «Мой любимый Белгород». А на стройке узнавали, для чего нужен мел в строительстве. С двух часов на площадке под открытым небом был дан старт различным конкурсам, викторинам, а также другим тематическим мастер-классам. В их числе – изготовление грифельных досок, создание меловых причесок. Всегда «Белмелфест» очень популярный фестиваль, и Мастерславль рад тому, что на нашей площадке много деток сегодня. Это порядка 500 человек участников всех конкурсов, поэтому мы примерно так и планировали, и думаю, что ожидания наши сбудутся, сейчас все к этому идет. Пожалуй, самым популярным детским творческим соревнованием на протяжении пяти лет проведения «Белмелфеста» остается «Милок» – конкурс рисунков на асфальте. В этом году для участников определили четыре темы – это сказочный спектакль, любимый кукольный персонаж, театральный Белгород и свободная тема в рамках года театра. За главные призы в двух возрастных категориях сразились 86 конкурсантов. Интересно было, как у меня получится нарисовать «Милокамень». Так, и какую тему ты выбрала, чтобы рисовать? Кукольная. Так, и что ты будешь рисовать? Я нарисую «Баратино» и «Мальвино». Я люблю рисовать, а также мне понравился этот фестиваль, мне захотелось попробовать свои силы в этом. Я решила принять часть в этом конкурсе, потому что хочу выиграть притч. А ты знаешь что за призы? Нет. В качестве призов за лучшие работы организаторы фестиваля предоставили спортивные подарки. Для гостей праздника подготовили большую развлекательную программу с выступлениями детских творческих коллективов. Такое событие не могло не найти отклика у очарованной публики. Праздник хороший, детки выступают, очень хорошая обстановка, настроение, погода прекрасная. Очень хорошо устроено все. Спасибо всем, кто занимался этим. Все с настроением, все активные. Все очень хорошо. Белмилфест стал заключительной частью трехдневного фестиваля «Белгород объединяет». Если первые два дня были нацелены на молодежь и людей старшего возраста, то воскресенье было посвящено детям. У нас традиционный детский день. Мастерславль – это центр, конечно же, притяжения детей в Белгороде на сегодняшний день, поэтому даже не возникал вопрос, с кем нам вместе делать этот праздник. Отметим, на площадке Мастерславля юбилейный пятый Белмилфест прошел впервые. Организаторы фестиваля уверяют, в следующем году он опять удивит горожан чем-то необычным. Михаил Перетокин, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.